Детальный настольный обзор Пистолета AR-15 от Palmetto State Armory PSA Или Palmetto State, как иногда здесь называют сокращенно Ну, для начала, как вы, наверное, уже поняли Это оружие калибра 5,56 Из семейки, разработанной Евгением Стонером Юджин Стонер Изначально AR-15, потом M16, M4 Ну и, соответственно, сравнительно недавно появились пистолеты AR-15 С упорами, стабилизаторами В данном случае стабилизатор лучшего стиля Мой вариант 10,5 дюймов стволом Для тех, кому интересно Ствол здесь со съемным пламя-гасителем Поэтому длина ствола измеряется по тому, где начинается пламя-гаситель И длина ствола, если посмотреть в дюймах Это 10,5 Вот, 10,5 Соответственно Надеюсь, вам видно А если посмотреть в сантиметрах Для тех, кому это интересно Это получается Примерно 25-26 сантиметров Я не занимаюсь чистой арифметикой здесь Если вы хотите посчитать сами 10,5 умножить на 2,54 2,54 это 2 сантиметра 54 миллиметра в каждом дюйме Это не самый короткий вариант ствола для 5,56 Которые доступны на американском рынке Далеко не самые Есть короче Но это один из вариантов Наиболее близкий Если мне память не изменяет К определенным типам Данного оружия У меня стоит сейчас флаг Предохранитель специальный Давайте его вынем Чтобы Было проще видно Вот видите Его выбрасывают даже Таким образом И соответственно Посмотрим на данное оружие Это у меня Сделано сейчас под классику Потому что в Вьетнамской войне Был XM177 Как раз Так называемый Командо И у него была длина ствола Если мне память не изменяет 11,5 дюймов Да Это чуть-чуть длиннее Чем то что у меня есть 11,5 у меня есть Но не в классике Ну и здесь В принципе тоже Получается 11,5 Если посмотреть На длину Дульного устройства И дульного устройства То здесь Как раз Длиной чуть-чуть Больше одного дюйма Примерно так и получается Может быть здесь Получается 12 В сумме Еще раз напоминаю Что длина ствола Если съемное дульное устройство То измеряется По Нарезам То есть Самое дульное устройство По американским Современным законам В длину ствола Не входит Если оно не Намертво здесь Укреплено Данный вариант Для меня лично Был приобретен Чтобы просто посмотреть Что такое Данная длина ствола В классике Как вы заметили Здесь никакой Электроники нету И я поставил Почти классическую Рукоятку С прицелом Конечно Это более новая версия На крепление здесь Потому что здесь Планка Пикатини На которую В принципе народ Сейчас в большинстве Своих случаев Ставят оптику Коллиматоры Загонники Призматические прицелы И так далее Калибр 5,56 Который К сожалению Мы не можем Прочитать Снаружи По стволу Скорее всего Это надпись Под цевьем Как ни странно Здесь осталось До сих пор Крепление Для Штек-ножа Но проверять Я его Здесь не буду Пока что Здесь постоянная Прицельная Такая система Старомодная Здесь газовый блок Соответственно Это газоотводная система Это не поршневая С Постоянной Мушкой Регулируемый Вверх-вниз Конечно Как Всюду бывает Но это классика И соответственно Есть Крепление Под ремень Стандартное Круглое Так называемое Цевьё Сверху Пластик Внутри Есть То ли стальная То ли алюминиевая Пластина С обеих сторон Для удержания Тепла Вот вы видите Здесь проходит Насквозь Та самая Газовая трубка Которую Кстати Никто никогда не чистит Её просто меняют Стоит они буквально Копейки И можно поменять На очень хороший материал Который практически Не нагревается То есть И не может плавиться Настолько легко Данная вещь сделана Под любой калибр Который вам требуется То есть Можно менять Верхнюю часть И получить другой калибр Это просто написано Соответственно На нижней На нижнем Компоненте Ствольной коробки Мультип Обычно пишется калибр Ну а здесь Можно под любой То есть Реально говоря Сюда поставил Что-то другого калибра И это ничего Ему не мешает С точки зрения Законности В данном случае У нас классика Поэтому мы можем Легко его Разобрать Но здесь сейчас Взведённая Классика Поэтому в принципе Я бы сначала Наверное снял Со взвода Ну снять его Со взвода Можно просто нажав Никаких патронов Там внутри нету И сравнительно Неплохой УСМ Стандартный Как вы знаете Яр-15 на предохранитель Со спущенным спуском Курком точнее Поставить невозможно Поэтому он теперь В положении Как раз В простом Так называемый Огонь Если переводить На русский язык А если бы у меня Были ещё и Скажем так Ногти То было бы ещё Проще его разобрать Вот соответственно Эта вещь Открыта Мы можем посмотреть Здесь совершенно Классический затвор Ничего особенного В нём нету С точки зрения Деталей Это всё Недорогой Вариант Ир-15 Даже Не смазан На данный момент Но по крайней мере Качественно сделанный Видите Здесь Изначальная Только смазка Всё Чистая Классика Классическая Затворная Рукоятка Самый Простенький Затвор От Палметов Стоит Простенький Не значит Что плохой Простенький Значит Что сравнительно Недорогой Потому что Это бюджетный Комплект Для меня На данный момент Это наверное Моя самая Дешёвая Арка Из всей моей Коллекции Затвор Стандартный УСМ Тоже практически Стандартный Даже рукоятка Классическая Видите На данный момент Всё ещё стоит На данном Пистолете Я ничего На нём Ещё не менял Кроме того Что поставил Вот эту вот Рукоятку С целиком Регулируемым Как по вертикали Так и по горизонтали Использую Вот эти два болта Этот целик У меня остался Одно из моих Первых арок Как видите Можно его Регулировать В те стороны Которые Требуются Ну и соответственно Имеет два кольца Вот здесь вот Соответственно Одно маленькое И одно большое То есть маленькое Это для Более дальней дистанции Для более точной стрельбы Большое Это чисто Для коротких дистанций И для Тоже Ещё более быстрой стрельбы То есть Маленькое Для более точной стрельбы Самое новое Здесь Это Конечно Упор Упор От Очень известной фирмы СБЕ-3 модель И он регулированный На пять позиций Что позволяет Его удержать И настраивать Под Требуемую Дистанцию Для каждого человека Для каждой одежды Это может быть своё Тем более Если вы Например Носите броню Какую-то То вам Соответственно Нужно Чуть-чуть короче Если не носите Может быть Чуть-чуть длиннее Всё в зависимости От того Что вам нужно Соответственно Здесь Также На этом упоре Есть Крепление Для быстросъёмного Ремня QD Так называемый Что позволяет Вам установить Ремень С изначальным Кольцом И Здесь QD Общая стоимость Получилась Лично у меня Во время распродажи Если так считать То Порядка 340 долларов Вот это всё Вместе Без Рукоятки Конечно Рукоятка Сама по себе Достаточно Дорогая вещь И Мало где Продается Но в данном случае У меня уже Просто в коллекции Оно было Вещь По практичности Очень интересная У меня уже есть Короткие ER-15 пистолеты Калибра 5,56 В других Размерностях На Совершенно Другие Деньги В основном Некоторые Буквально В 4-5 раз Дороже Чем Вот это Устройство То есть Это Реально Говоря У меня Вторая Винтовка Или Третья От Palmetto State Если Смотреть По Частичным Деталям 5,56 Полный Вариант Этого Пистолета У меня Один То есть Полный Комплект Оружия От Palmetto State Это у меня Первый В калибре 5,56 У меня Есть Калибре 7,62 В данном Случае Такое Оружие Имеет Определенную Практичность Из-за Калибра И одновременно Из-за Его Размера Потому что Реально Говоря Эта вещь Сравнительно Небольшого Размера И Короче Чем Нормальная Винтовка Даже 14,5 Дюймовая Насколько Там Получается Все равно 16 дюймов А здесь У нас 10,5 6 дюймов Просто Для тех Кто пытается Понять Что такое 6 дюймов 6 дюймов Вот он Понимаете Вот настолько Короче На 15 сантиметров При этом ТТХ Да Конечно Пуля здесь Будет лететь Медленнее Я посмотрел По баллистике Патрон С пулей 55 грейн Создает Скорость Данной пули И стандартной Винтовки Сравнительно Интересно Там 940 Примерно Метров Секунды 950 В зависимости От патрона Они бывают Разные Мы говорим 556 Не 223 556 Быстрее Здесь Будет Скорость Примерно На 50 метров Секунду Медленнее То есть Данная вещь Может быть Не сможет Пробить Например Бронежилет Третьего Класса Который Держит Там 761 39 И так далее Третьего Не 3А Но При этом Все равно Имеет Довольно-таки Серьезную Энергетику И довольно-таки Серьезную Скорость Все-таки 556 Это промежуточный Патрон Это не Пистолетный Калибр И при этом Из-за своих Размеров Является Более Можно сказать Носибельной Более Прикладистой Версией Которую Можно приложить К разным Вариантам Например Это может Быть Хорошим Оружием Для того Чтобы Возить В машине Это может Быть Хорошим Оружием Для Туристических Походов Там где нет Особенно Крупных Хищников От более мелких От медведей Не отобьется Скорее всего Но может Сделать ему Неприятно Потому что Все-таки 30 патронов Или даже Больше Можно сюда Приложить Это может Быть хорошая Вещь для Обороны Дома Ну Пример Те же Самые 30 патронов Вот магазин Я в принципе Такие пистолеты Обычно Заряжаю 20 патронами Магазинами И запасную И имею на 30 Когда Готовлю Для какого-то Использования Эта вещь Также Может быть Просто Интересно На Пострелять Да Конечно Вещь Будет С большой Вспышкой И Достаточно Серьезным Звуковым Ударом Потому что В коротком Стволе Газ Весь Не Сожжется Но Это Можно Теоретически Изменить Поставить Здесь Более Серьезное Дульное Устройство Может быть Даже Какой-то Щит Или Переадресатор Звука Вперед Тоже сюда Можно поставить Что в принципе Сделает из этого оружия Еще более Удобную И приятную Вещь Особенно Такой вариант С моей точки Зрения Может быть Полезен Для Частной Охраны Которая Имеет Право На Оружие Или Для Правоохранительных Органов Тоже И Соответственно Другие Законные Цели Применения Данного Оружия Присутствуют И Вот Совершенно Необязательно Носить В полностью Сложном Варианте Разобрал И Получается Он максимально Вот такой Длины Это Немного То есть Если Посмотреть У меня Здесь Маленькая Линейка Под рукой Более Длинная Чуть Подальше То есть Здесь У нас 30 Длина Меньше Полуметра Получается Вот это Вот Все Если Я правильно Посчитал То есть Если Мы берем Отсюда 30 Сантиметров Вот До сюда И Здесь Еще Вообще Получается 45 Сантиметров Длиной То есть Можно Вот эту Верхнюю Часть Разобрать Положить Отдельно Снять Нижнюю часть Положить Рядом Да Конечно Можно Поставить Еще Складывающийся Упор Но Я Не Любитель Данных Вариантов Потому что Не совсем Рабочая Это Каждому Свою Тогда Это Будет Уже Но Он Будет Толще Калибр Интересный Потому что 556 Для многих Ситуаций Гораздо Более Способен Чем Пистолет Калибра До Исключения Некоторых Калибров Типа 10 Миллиметров 357 Сиг Они Уже Помощнее И Начинают Быть Сравнимыми Но Все равно Слабее Конечно Чем 556 Отдача Маленькая Потому что Это Сравнительно Хорошо Контролируемый Патрон То есть Реально Говорим Могут Пользоваться Не только Большие Мужики Скажем Так Но И Подростки И Пожилые Люди И Женщины Что В принципе Я показывал Несколько Раз Видео Когда Люди С обычной Аркой Которая Больше Чем Эта Вещь Спокойно Ими Пользовались Для Обороны Себя Или Своих Близких Без Каких То Проблем И Иногда Даже Выигрывали Схватки С более Многочисленным Противником С нападающими Что Еще Можно Конечно Про Это Сказать Я Считаю Что Это Не Конечно Супер Дупер Оружие И По Качеству Это Так Называем Середина Начального Уровня Может быть Приближающаяся К среднему Потому что Даже У планетов Стоит Есть Более Высокий Уровень Здесь Стандартный Ствол Он Не Хромированный И Может быть Действительно Имеет Смысл Его Показать Чуть Чуть В патронник Чтобы Было Проще Это Рассказать Кстати Частичная Разборка На ютюбе Разрешена Полная Разборка На ютюбе Скажем Так Не Очень Приветствуется Мягко Говоря И Вещи Такого Типа Ютюб Начинает Изымать Из Осмотров Так что Здесь Можно Пока Просто Вынуть Я попытаюсь Вам Показать Этот Патронник Если Мне Удастся Потому что Некоторые Вещи Здесь Не Совсем Хорошо Видны В основном Из-за того Что У меня Нет Настолько Мощного Освещения В данный Момент Так Вот я Сейчас Попытаюсь Навести Сюда Одновременно И камеру И патронник Вот видите Патронник Здесь Так называемый Нитрированный Патронник И ствол Вот здесь Вы видите Эту газовую трубку Которая Приходит Соответственно На затвор И здесь Затвор Стандартный Вот сюда Эта газовая трубка Идет И соответственно Внутри Срабатывает Поршень Который Соответственно Отталкивает Затвор Обратно На Буфер И Буферную Пружину Вот они Прячутся Здесь То есть Реально говоря Эта вещь уходит Туда внутрь Вот Сейчас Курок Кстати Снят Я его В принципе Поставлю Обратно На данный момент И переведу На предохранитель Для сборки Обратно Это оружие Хорошее Для своих целей Оно не предназначено Для супер Дупер Массовой Стрельбы То есть В принципе Это оружие Рассчитано Как я прочитал Примерно 1000 на 20 выстрелов И Не Какой-то Супер Дупер Нагрузки При Этой Этих Походах То есть Я бы Эта ствол Не ставил На автоматический Например Режим И не работал Б Сбросом Магазинов Отцелом Магазинов На полную Максимальную Человеческую Скорость Ствол на это Не рассчитано То есть Будет его Больший износ Но Для своей Цены Цены Это Великолепно Подходящие Материалы Здесь Все сделано Достаточно Хорошо И надежно Для своего Класса VR-15 Как раз Вот эта Вот вещь Может быть Неплохим Первым Оружием VR-15 Хотя Все-таки Я бы взял Наверное Что-то От более Серьезного Изготовителя Чуть-чуть Подороже И стандартной Длины Чтобы просто Человек Разобрался Потому что И отдача И грохот И вспышка От VR-15 Пистолета Будет больше Чем от стандартной Винтовки Как я уже Ранее Сказал Но заодно Давайте посмотрим Сколько Вот данный Комплект Весит Я не знаю Выдержат ли Мои весы Данную вещь Как ни странно Выдержали Вот данный Пистолет Весит 2 килограмма 780 грамм Что в принципе Совсем Неплохо 6 фунтов Есть арки Которые Весят меньше Безусловно Не забывайте Что у меня здесь Громадный кусок Металла Поверх стоит Которого В основном Сейчас уже Практически Нигде нету Ну для начала Тут еще На несколько грамм Он Меньше Вообще-то Но все равно Больше 2,5 килограмм Это весит Это значит Что отдача Будет достаточно Мягкой Также теперь Посмотрим Многие спрашивают А что это за приклад Это не приклад Это как раз Именно то Что позволяет нам Владеть Данным пистолетом Как пистолетом Что это значит Вообще Что такое пистолет Хоть я много Раз это рассказывал И показывал Это у меня далеко Не первый Яр-15 пистолет Но пистолет Можно возить Заряженным С патроном в патроннике Ставленным в магазин Если у вас есть Лицензия на ношение Даже на расстоянии Ваших рук в машине И при желании Если у вас есть Большой плащ То и Ну как-то Скрыто его носить Хотя в принципе Такая вещь уже Большая для скрытого ношения Слишком Но Винтовку Заряженной возить нельзя А пистолет можно То есть Это может быть то Что спасет Вам или кому-то Еще Жизнь Если потребуется Потому что Перезаряжать Передерывать затвор Если вам оружие Нужно То скорее всего Шанса вам Этого уже не дадут Ну и соответственно Вот этот упор Это не приклад Теоретически Он предназначен Для того что Идти вокруг Вашего запястья Или прижиматься К щеке Но по закону США На данный момент И по правилам ИТФ Иногда Случайно Может Прикладываться К плечу Другими словами Можно его Прикладывать К плечу Без каких Лито проблем Но при этом Нельзя его Совершенно Модифицировать Это будет Незаконным Действием То есть Например Вот это вот Велкро Снимать нельзя Это одна из таких Очень важных Пометок Данному Типу оружия Ну и в принципе Вот так вот Я считаю Что это Стоящая покупка Была Да Купил Чисто увидел Это на распродаже Потому что В основном Такой пистолет Стоит долларов 500-600 В среднем На том же Помету стоит Я за такие деньги Его бы не купил Он за 300 С небольшим Да Вот просто Посмотрите Вот эта вещь Стоит дешевле Чем большинство Моих обычных Пистолетов Даже Макаров Реально говоря Сравним с ним По стоимости Макаров У меня стоит Когда я его купил Самый последний В порядке 270 долларов Всего Всего На 70 долларов Дешевле Чем вот эта вот вещь А пользу от него Конечно Гораздо больше Потому что Все таки Калибр Это не пистолетный А промежуточный Хоть и мелкошечный По диаметру Но Вполне И вполне Серьезный Для тех целей Для которых Он Предназначен Сейчас я хочу Поставить его Еще раз На флаг Предохранитель Который Кстати Спокойно Выбрасывается Здесь Передергиванием Затвора Сбрасывать Затвор Я здесь не буду Чтобы не бить По этому флажку Почему я делаю Потому что я хочу Показать Пример Какие патроны Я считаю Годятся Для данного оружия Это реальные патроны Я их доставать не буду Я вообще стараюсь Чтобы оружие И патроны Одновременно Не были Рядом В данном случае Оружие стоит Не только На предохранителе Но еще И на флажке И без магазина Это патроны 5.56 Патроны Которые Специально Предназначены Для того Чтобы они Разрушались При попадании Более-менее Твердую Твердую Преграду То, что называется Фрэнджибл Разрушаемые Патроны И, кстати Одновременно Этим патронами Можно пользоваться Во внутренних тирах Где обычно Нормальные патроны Не разрешают Вот это такие патроны XM-556 NT-1 Теоретически Это Нормальные патроны Как раз Для ситуации Самобарона Где не хотите Чтобы ваша пуля Пробила Вашего нападающего И пошла Еще кого-то Там повредила В принципе Я их открывать Не буду По той же Притянии Техники безопасности Но просто Хотел показать Есть еще вариант Использования Патроны 5,56 Или 223 В зависимости От нарезов В стволе Надо посмотреть Что именно Подходит лучше всего С мягкой Или пластиковой Вариацией Не сердечника Скажем так А вариация Как бы Экспансивки То есть Там На пуле Вырез И в нее встанет Пластик Или просто Экспансивка Или мягкая Пуля То есть Обычными патронами Здесь С моей точки зрения Пользоваться Нужно очень аккуратно Потому что Все-таки 5,56 И летит далеко Для тех Кто не знает 9 мм Летит больше 2,5 км 5,56 Тоже летит Очень далеко Конечно Здесь Очень быстрый патрон На этом рассчитано Что при попадании Пуля начинает Крутиться И создает Соответственно Отверстие Гораздо больше Но в коротких Столах Это гораздо Сложнее Там требуется Минимальная скорость Здесь мы теряем Определенное количество Скорости Которое возможно Это не то сделать Поэтому нужно Использовать Патроны Которые будут Лучше работать Как раз В данном Варианте Оружия Ну и соответственно Чем я хочу Закончить Этот Видеоролик Это дистанция Пристрелки Данного оружия Я бы пристреливал Его скорее всего Либо на 25 Либо на 50 Ярдов Здесь в Ярдах Пристреливают Оружие США По крайней мере Нет метрической Системы К сожалению У них пока И скорее всего Не будет Есть еще Кстати новый вариант Пристрелки На 36 Ярдов Но я подозреваю Это не рассчитано На пистолета То есть Надо самим Решить Что именно Какие патроны Использовать Может быть В данном Оружии Имеет смысл Использовать Патроны Более тяжелой Пули Типа 77 Грейн Здесь надо В каждом Своем стволе Найти патроны Которые подходят Больше всего Пристрелять Поставить на Ноль И Эти патроны Потом Использовать Для тех Целей Которые Вы Собираетесь Использовать Данное оружие В принципе Все Спасибо за внимание Надеюсь Вам это было Интересно Это классическое Оружие Да Я не говорил Что здесь Алюминия Здесь Полимеров Нету Здесь Есть Практически Все Стандартные Функциональности От Арочных Систем Конечно Это Полуавтомат Это Не Винтовка И не Карабин Это Пистолет Американским Законом Я честно Считаю Что Часть Американских Оружейных Законов Абсолютный Бред Потому Что С удовольствием Поставил бы сюда Нормальный Приклад И рукоятку Я любитель Вертикальных Рукояток Но По закону Сюда Ее Оставить Нельзя В принципе Данный Вариант Это Мой Подход К классике И Вот так Вот его Оставлю По крайней мере На какое-то Время И надеюсь Вам это было Интересно Постараюсь Снять Как я из него Стреляю в тире Если Получится Потому что Все еще Пытаюсь разобраться Как Мне Это Устроить Все До следующего Видео Или Прямого Эфира Если Вам нравится Пожалуйста Комментируйте Ставьте лайки Если Хотите Поддержать Мой Канал Финансово Покупайте У меня На Амазон Магазине Все Магазин Магазин Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok